Нах Волга. Колонна пыльной стальной змеей вилась по равнине между Доном и Волгой. День и ночь степа глашалась ревом моторов и лязгом стальных траков гусениц. Подразделение 6-й армии Вермахта под началом молодого амбициозного генерала-панцерваффе Фридриха Паулюса двигалось неуваливо, с каждым часом приближаясь к своей цели – Сталинграду. Армады панцеров, сотни грузовиков, повозок на конной тяге, чертова дюжина дивизии, из них две танковые итальянские и румынские союзнические подразделения, всего около 27 тысяч штыков, 500 танков, самоходные орудия, полевая артиллерия, 3000 орудий и минометов. Войска прикрывали 1200 самолетов 4-го воздушного флота Люфтваффе под командованием Вольфрама фон Рихтгоффена, а также итальянские и венгерские летчики. Перед началом этого наступления Гитлер сказал Паулюсу, с такими силами вы можете штурмовать небеса. Но небеса небесами, а для того, чтобы сломить сопротивление упрямых русских и у последнего их рубежа обороны, нужно было быть гораздо больше. Если рассечь важную водную артерию, коей являлась полноводная Волга, то одновременно можно было и разрушить пути снабжения и выйти к нефтеносным месторождениям Каспия. Да и сам факт, что город был назван именем Сталина, приковывал внимание высшего командования Вермахта и его сухопутных сил. Колонны Вермахта двигались стремительно, словно наступали не на Сталинград, а как два года назад на Париж. Тогда Пуалю откатились всего за пару месяцев, и это при том, что у самой большой страны демократической Европы армия поначалу втрое превосходила Вермахт. И что, долго ли они сопротивлялись со своей призначной верой в идеалы демократии и объединения всех наций? Так думал и молодой обершутце моторизованной дивизии Фридрих Вайсман. Он был из недавнего набора, всего 17 лет. В отличие от своих более старших сверстников, он уже повзрослел во время правления мудрого Адольфа Гитлера. Парнишка рос сообразительным, сильным и смелым, а школа и Гитлер-Югент укрепляли и развивали это качество. Для них, молодых, было все. Спортивные секции, яхт-клубы, боксерские ринги и планерные кружки, тиры и летние лагеря полевой подготовки. И все это совершенно бесплатно. Деньги сейчас значили меньше, чем раньше. Сейчас на первый план выходила молодость. Именно ею и расплачивались юные немцы. Причем делали это добровольно. Уж слишком красиво разливал речи романтик Третьего Рейха, Йозеф Геббельс. И вот теперь второй, после 1941 года, Дрангтах Остен. Самое интересное, что ни рядовые солдаты вермахта, ни верховное командование не считали провал наступления под Москвой серьезной катастрофой. Отступление от столицы считалось лишь только выравниванием линии фронта. Очевидно, что это было не только пустым бахвальством, а всему виной провал наступления под Оржевом и Вязьбой. Там русские понесли огромные потери зимой и весной 1942 года. Благодаря эшелонированной и грамотной обороне силы германских войск на данном участке фронта не просто удерживали русских, а попросту истребляли их, завалия подступы горами трупов. Не зря командующий 9-й армией вермахта генерал Вальтер Модер в немецком генштабе заслужил вполне оправданное прозвище Майстер Ди Аффен Зиве – мастер отступления. Первоначальное наступление 6-й армии и Фридриха Паулюса было настолько успешным, что Гитлер вмешался вновь, приказав 4-й танковой армии присоединиться к группе армий Юг. В результате этого образовался огромный затор, когда 4-й и 6-й армиям потребовалось в зоне действий несколько дорог. Обе армии намертво застряли, причем задержка оказалась довольно долгой и замедлило наступление немцев на одну неделю. За медленным наступлением Гитлер поменял свое мнение и переназначил цель 4-й танковой армии обратно на Сталинградское направление. Вот такой была великая мудрость фюрера. Победоносное шествие колонн ботомеханизированных частей 6-й армии Вермахта прекратилось весьма неожиданно. У какой-то безымянной высоты и всего лишь точки на оперативных картах путь победителям всей Европы преградил заслон красноармейцев. Батарея из трех 76-мм противотанковых орудий ударила внезапно. Словно бы и ниоткуда эти русские весьма неплохо замаскировались. Чрезмерная высокомерие стоило гитлеровцам сразу двух подбитых танков и полутора десятков трупов пехотинцев. Яростно палящих из винтовок и пулеметов русских вместе с их пушками сравнялись с землей, вызванной по рации Юнкерсы 87. 17-летнему Фридриху Вайксману повезло. Он остался лежать среди тех полутора десятков. Осколок русского снаряда отрикошетил от круповской брови среднего командирского танка «Панцер-4» и попал в голову молодого пехотинца. И проломил несочную кость. Быстрая и легкая смерть от мгновенного кровоизлияния мозг. Молодой немец уже не испытал страха и ярости перед русскими пулеметчиками в жестоких и кровопролитных уличных боях. Он уже не будет замерзать насмерть в развалина города, не будет вываривать лошадиное копыто и разгрызать последний заледенелый сухарь. И видеть при этом, как контейнеры с едой, сброшенные на парашютах с транспортных трехмоторных «Юнкерсов-52» ветром относят на русские позиции. Он не будет сжиматься в мерзлую землю на дне окопа под названием «сталинградских органов». Более того, Фридрих Вайксман умер в счастливом неведении об истинных масштабах грядущей трагедии. Он, солдат непобедимого третьего рейха, не узнал предательства собственного командования, которого в канун новогоднего 1943 года заказало панихиду поживым солдатам вермахта, продолжавшим стойко, несмотря на все ужасы окружения, оборонять свои позиции. Даже хитлеровские солдаты, оккупанты не заслужили предательства собственного командования. В русском плену с ними обращались гораздо более уважительно, чем на боевых позициях. Фридрих Вайксман лег в Сталинградскую землю под простой березовый крест, надетый на него каской. А домой в Баварию отправился казенный конверт с печатями вермахта. Внутри половинка посмертного медальона и сухое, пересыпанное канцеляритом, извещение о смерти. Глава 2. Город на Волге. После госпиталя гвардии старшину Стыценко в действующие войска не отпустили. Не раз горевший в танке гвардеец негодовал. Как же так, в то время, когда мы несем огромные потери, его заставляют отсиживаться в плену? Да я самому товарищу Сталину напишу, черти вы этакие. Никому писать не надо, товарищ гвардии старшина. Строго ответил ему в задушевной беседе представитель особого отдела с капитанскими шпалами на петлицах. Неужто вы думаете, что товарищ Сталин будет читать то, что написал хоть и гвардеец, но все же простой солдат? Вот именно потому, что гвардеец и простой солдат, ответил спокойно Степан Никифорович и даже приосадился чуток. Права у вас такого нет на меня. Воюю на передовой, с техникой на ты, а не то, что некоторые, все за столом и запиешь машинкой. Неужто еще и девку-секретутку заводит. Старшина, ты полегче на поворотах. Особист повысил голос ровно настолько, чтобы сидящий перед ним танкист понял, в штабе тоже дни дураки сидят. Виноват, товарищ капитан, Степан Никифорович понял. Вы участвовали в воздушно-десантной операции по Торжевам и Вязьмой прошлой зимой. А вот этого я тебе, милок, не скажу, хоть ты меня шлепни. Вижу, военную тайну хранить умеете. Чуть улыбнулся контрразведчик с петлицами капитана. Значит, не ошиблись в вас. Коммунист. С 1940 года еще с белофинами воевали. Получите сопроводительные документы и убывайте к месту назначения. Есть. Паровоз пыхтел и плевался паром, да и ввился над составом, перестукивая на стыках колеса. В теплушках собрался самый разный фронтовой народ. Легкораненые ехали в отпуска, кого-то переводили на новое место службы, кто-то направлялся в тыл за новой техникой или на курсы для младших командиров. В гвардии старшина Стеценко ехал вместе с танкистами как раз по такому делу. В теплушке играла разухабистая гармошка. Танкист саможженным лесом разливал добытый на полустанке самогон. Ну, будем славяне. Степан Никифорович кивнул и закрыз ядреный перват черным хлебом с луком. Ух, аж лизу шибет. Потянулись прерванные нехитрым возлиянием обычные дорожные разговоры. В основном они крутились вокруг планов в тылу специфических новостей и домыслов с фронта. Кто где служил и пересудов насчет дальнейшего хода военных действий. Настроение пассажиров было неоднозначным. С одной стороны ехали в тыл, и можно было хоть на некоторое время вырваться из огненной круговерти боев. А с другой, все разговоры велись вокруг этой проклятой войны. Всего год прошел, о мирной жизни и не говорить вовсе. У многих родные погибли под бомбами или остались на эвакуированных гитлеровцевых территориях. Кто-то был в эвакуации. Тем более, что нынешнее положение дел не слишком располагало строить радужные планы. Немцы вместе со своими прихвостями рвались к Волге. Очередное контр-раступление на Харьков провалилось. Наши войска завязли на подступах к Вязьме и Ржеву. Там же лежали ожесточенные бои. В героическом Сталинграде, в героическом Севастополе матросы и солдаты под острелом чудовищной Доры сдерживали наступление генерала Эриха фон Больштейна. Да коли еще отступать будем, промасил танкист с рыжими усами. Я этих сукиных детей под Сталина бил на клеме Ворошилове. Ничего. Вот соберет товарищ Сталин стальной кулак дивизии и ударит по гадам. А я так скажу, поднял голову Степан Никифорович. Начинать с себя надо. А то привыкли, понимаешь, драпать. Так и до самого Урала пятками сверкать можно. Ну ты загнул, паря, до самого Урала. Ничего подобного. Я под Москвой воевал прошлой зимой и отлично помню, что люди сами себе сказали. Хватит отступать. Пора начистить морда с этим фрицем, Готом, Больштейном с Гудерианами. И начистили. А что потом? Когда колы на ржев пошли, отозвался с дощатых нар невысокий щуплый танкист. По его обожженным рукам Степан Никифорович Стыценко безошибочно определил заряжающего. При выстреле тому нужно как можно скорее подхватить из открывшегося казенника пушки дымящую гильзу и выбросить ее через люк, чтобы не было излишнего задымления. А то и угореть можно от пороховых газов, которые появляются при интенсивной стрельбе. При этом даже в перчатках можно было довольно сильно обжечь руку об раскаленную латунь гильзы. «Ничего!» – бурнул Степанко. «Так мы тоже делали все, что могли. Даже сверх того. Фрицам так дали просраться, что…» «Я подписку давал, так что все остальное – военная тайна». Разговор прекратился как-то сам собой. После спиртного стук колес действовал убаюкивающе. Но гвардии старшины спать что-то расхотелось. И он подсел поближе к раскрытой настижь двери теплушки. Вокруг цвела весна. Апрель сбил белорозовую кипень садов, оттенил ее нежной изумрудной молодой листвой. Но в сердце Степана Никифоровича Стеценко заледенел метелями по наклятый февраль. Ржев и вязьба. Ох! Нескоро вспомнят о блестящей операции маршала Жукова, угробившего уйму народа, всего в нескольких десятках километров от отвоеванной декабским контрнаступлением столицы нашей Родины. Там и сейчас шли ожесточенные бои. За деревни, от которой остались только полдесятка обугленных печных труб, за каждый холм, лощину, ручеек. Но с другой стороны, ведь за свою-то землю воюем. За свои разрушенные села, холмы и перелески. Демец воюет лучше. Вот у него учиться нужно. Но на войне двоек не ставят. Здесь аттестат зрелости пишут кровью. Да и к чему обвинять собственных генералов? Враг у нас один. Гитлеровский проклятый фашизм. Вот с него и надо спрашивать. А он паскуда нам за все ответит. Так думал гвардист Шина Стаценко, сидя в теплушке. А мимо проносилась цветущая степь, изумрудно-зеленый ковер с россыпами разноцветных полевых цветов. Больше всего здесь было полевых маков. Алые цветы контрастно выделялись на сочной зелени. Скоро алых маков в этой степи прибавится. Сердце старого воина внезапно болезненно сжалось. Тут ими стоять насмерть. Воздух, воздух, немецкие самолеты. Эшелон дернулся с цепками. Это машинист нападал пару паровозному котлу. Но от самолета в громоздкий состав уйти не мог. И, как назло, на небе лишь редкие облака. А солнце сияет нещадно. Вначале пришел тонкий вой, который превратился в оглушающий рев. На бреющем у самой земли пронеслись две крылатые тени. Пара эмилий истребителей Мессершмитт БФ-109Е пронеслись по обе стороны от советского санитарного кодционного поезда. От хвоста к колонии безжалостные огненные плети хлестнули по вагонам, в которых были сотни тяжелораненых. Потоки 20-мм снарядов крошили дощатые стенки теплушек. Осколки безжалостно секли наших бойцов. Раненых бойцов. На крышах вагонов были белые полотнища с красными крестами. Но именно по ним стреляли гитлеровские пилоты. Пара мессершмиттов БФ-109Е и Милей, как называли его в войсках, прикрывали тройку пикирующих бомбардировщиков. Это был враг гораздо более страшный и гораздо более смертоносный. Штуки все еще летали по старинке тройками. Им так было проще атаковать наземные цели. Рев авиационных моторов сменился оглушающим воем. Все три Юнкерса 87 выстроились с цепочкой и выполнили доворот на цель. Перевернувшись через крыло, они один за другим срывались в крутое пикирование. Свист рассекаемого воздуха, адский рев мотора и вой аэродинамических сирен огласили окрестностей. Санитарный эшелон был практически беззащитен. Все это не зенитный бронепоезд с автоматическими пушками и крупнокалиберными пулеметами на бронеплощадках. На эвакопоезде было установлено всего лишь пара щетверенных максимов и всего один единственный крупнокалиберный пулемет ДШК. Они стали стрелять, но где им угнаться за крылатой смертью? Головной Юнкерс Ю-87Б был уже в 800 метрах над землей. Пилот дернул рукоятку сброса бомб. Подвешенная под фюзеляжем 250-килограммовая фугаска скользнула по специальным направляющим, выводящим ее из-за границы вращение воздушного винта и скользнула вниз. На краткие вихи самолеты бомба замерли в нижней точке пикирования, а потом бомбардировщик с черными крестами на фюзеляже и крыльях задрал нос, переломив траекторию, и фугасная авиабомба устремилась на цель. В кабине штуки летчик изо всех сил навалился на ручку управления самолетом и тянул ее на себя, борясь с разом навалившейся перегрузкой. На самом деле это был просто инстинкт. Пилот старался поскорее уйти от земли и совершал при этом просто бесполезные попытки. При вводе в пикирование самолет был включен в автомат пикирования, и он сам, с помощью пилота, выводил машину из пикирования. Но инстинкт был слеп, и он велел спасаться. Несмотря на вмешательство автоматики, самолет просел где-то на еще добрых две сотни метров, прежде чем стал набирать высоту. Фугасная авиабомба ССД-250 ударила прямо в середину поезда. Фонтан мощного взрыва разорвал вереницу вагонов. Германская птица апокалипсиса для того и создавалась для точечных бомбежек с почти ответственного пикирования. Два или три вагона просто перестали существовать вместе с медперсоналом и ранеными. Остальные взрывной волной срывало с рельсов, швыряло один на другой. В наполненной гарью и лимом воздухе летели обломки и окровавленные ошметки человеческих тел. Еще две тяжелые четвертонные бомбы вздребезги разнесли паровоз. Степану Ликифоровичу повезло. Он сидел возле раскрытой двери. Изрывной волной его просто выбросило из теплушки. А в следующий миг вагон подбросило и поставило почти вертикально. От страшного удара теплушка практически полностью развалилась. Гвардии старшина Стеценко упала и скатился по насыпи. А вокруг продолжали грохотать взрывы. Кроме одной тяжелой осколочно-фугасной бомбы на центральном подфюзеляжном бомбардировщике ИТС-500 под крыльями Юнкерса-86 находились еще четыре 50-килограммовые авиабомбы СС-50 или два десятка мелких 10-килограммовых бомб. И весь этот смертоносный стальной град обрушивался сейчас с пылающих над небес на беззащитный советский эвакопоезд. Даже гвардии старшины Стеценко, прошедшему зимний ад, ржевской мясорубки, стало не по себе. Казалось, низко стелящийся над землей лаптежник несется прямо на него. Консольные крылья фазаряются вспышками. Пули разбивают фонтанчики щебня, железнодорожные насыпи. Свизгом рикошетят остальных рельс, рассыпая искры. Юнкерс Ю-87Б, кроме бомб, был вооружен еще и пулеметами. Два 792-мм пулемета МГ-17 находились на консолях крыла. И один подвижный пулемет, тоже винтовочного калибра МГ-15, располагался на турельной установке Лиди Ла Фете З-10Д. Гвардии старшина Степан Якифорович Стеценко лежал навзлечь расплостанный на земле. Все тело, как один огромный ушиб. Голова разламывается, контузило. В глазах дымчатая кровавая пелена. И сквозь нее рев двигателя, летящего над землей пикировщика, с черными паучьими крестами на крыльях и нелепо растопыренными стойками шасси с обтекаемыми лаптями. Черная тень широкими крыльями заглонила солнце, слепо глядящей из-под завесы дыма и пыли. Рев мотора стал просто нестерпимым. И вот 87-й, забрав нос кверху, выходя из скипирования, надрывался в предельных оборотах мотор. А из кормовой кабины стрелок ударил по земле из турельного пулемета. Снова взвигнули, раздирая воздух пули, защелкали по насыпи. Мимо расплостанного на земле гвардии старшины круто-то пробежал. Короткий вскрики тело валится рядом, пронзенное свинцовой смертью. Степан Никифорович скосил глаза и встретился с мертвым взглядом девчушки-медсестры. Именно ее убил только что стервят и гейминга. Из полуоткрытого рта медленно вытекала струйка темной крови, и на лице застыло выражение ужаса и отчаяния. Гвардии старшина зарычал в небо. Суки! Злоба захлестнула его душу до краев. Злоба и решимость подняли израненное тело из дымящей земли. Стеценко выбросил кулак в приветствии. Испанских коммунистов грозял обтежникам. Но посарал. Они не пройдут. Багровая мгла замкнулась над гвардией старшиной.